Приближение новогоднего торжества уже чувствуется. Предприятия, торговые точки, здания учреждений постепенно начинают сверкать множеством огней. На окнах появляются забавные рисунки и картины. Поселок готовится к Новому году. Преподаватели Ямальского центра внешкольной работы в праздничном деле, как известно, большие специалисты. Как в этом году они решили поднимать настроение ярсолинцам, смотрите в сюжете Татьяны Журавлевой. Как сделать праздник своими руками? Не знаете? Ну так преподаватели Ямальского центра внешкольной работы готовы делиться знаниями и с удовольствием научат искусству изготовления новогодней игрушки. В преддверии Нового года мы с вами выполним такую работу «Летящий ангел». Прежде чем мы приступим к работе, я хочу показать вам, что у нас должно в итоге получиться. Мы должны изготовить вот такого вот ангела. Это ёлочное украшение новогоднее. Первый мастер-класс даёт педагог дополнительного образования Светлана Каменева. Итак, для одного изделия вам понадобится два ватных диска, небольшая бусинка, нити мулине, клей ПВА и декоративные гели. Берём ватный диск, в середину кладём бусину и заворачиваем её так, чтобы она оказалась в центре диска. Фиксируем её мулине, оставляя запас нити. Затем берём второй диск, заворачиваем края так, чтобы получился треугольник. Это будет белоснежное платье нашего ангелочка. Осталось скрепить две части и вот уже наше новогоднее украшение практически готово. Цвет декоративного геля. Подбираем в тон нити и аккуратно наносим окантовку. Гелем очень удобно, с дозатором, практически как карандашом. И вот необычное ёлочное украшение готово. Таких ангелочков можно изготовить сколько угодно. И как мы только что убедились, работа эта не требует особых навыков. А изделия, изготовленные своими руками, несомненно, украсят ваше новогоднее дерево. Такие видео-мастер-классы мы практикуем второй раз. Первый наш опыт был несколько лет назад. Получил очень хорошие отзывы у жителей нашего района. И мы решили поделиться в этом году своим мастерством, своим умением, своим новогодним настроением со всеми жителями Ямальского района. Мы предлагаем всем нашим землякам принять активное участие в наших видео-мастер-классах. Обязательно попробовать дома. Те дети, которые постарше, могут это сделать самостоятельно. Младшие это могут сделать под присмотром старших, под присмотром родителей. И вот такое небольшое мероприятие можно вообще превратить в семейный какой-то праздник. Гостями мастер-классов по задумке организаторов являются коллеги-мастера, который даёт свой урок. Всего же на проведение таких предновогодних занятий заявились шесть педагогов Центра внешкольной работы. Мастер-класс Светланы Анатольевны мне очень понравился. Он довольно-таки быстрый, очень красочный. Вообще, как вы таким мастер-классом между коллегами относитесь? Очень хорошо я отношусь между коллегами, потому что мы сами обучаемся кое-чему. Что-то берём из этих мастер-классов, свои вставляем, соответственно, работы. Всего в преддверии Нового года на базе Ямальского ЦВР пройдёт шесть мастер-классов. Но это ещё не всё. 23 и 24 декабря всех желающих приглашают в резиденцию Деда Мороза. На протяжении двух дней здесь пройдёт масса мероприятий. Для тех, кто не знает, отметим, резиденция Деда Мороза вновь откроет свои двери в городе мастеров. Не пропустите. Татьяна Журавлёва, Дмитрий Конышев. Новости, люди, события, факты.